По данным Генерального штаба ВСУ, на Кураховском направлении российские оккупанты провели 32 атаки. Силы обороны Украины стойко держат рубежи. Горячее всего сейчас возле Екатериновки. На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий, 11 на Лиманском, 10 на Купинском. Жёсткий отпор россияне получили также на Торецком, Краматорском, Северском, Времевском и Ореховском направлениях. Как отмечают военные эксперты, украинская армия системно и методично продолжает уничтожать военный потенциал противника. Фактор ресурсов, я думаю, что в этом контексте вновь играет очень важную роль. Будет ли возможность у российских оккупантов своевременно получать не только боеприпасы, но и топливо для техники, в том числе бронетехники, это будет влиять на динамику на поле боя. Активная деятельность украинской армии в части уничтожения не только вражеских складов с боеприпасами, но и вражеских центров, логистических центров топливных материалов, я думаю, что также может повлиять на вероятность и интенсивность ведения боевых действий на юге Запорожской области. Сечеславские десантники сорвали планы противника по штурму украинских позиций на Покровском направлении. Воины рассказали, что российская пехота передвигалась на четырех бронемашинах в танке, а также на багги и газели. Десантники с помощью дронов метко уничтожили технику и разбили пехоту. Штурм россиян закончился, даже не начавшись. А оно горит, пылает, а они бегают, суетятся. Это хорошая работа. Артиллеристы-десантники выложили видео отражения российских штурмов на Угледарском направлении. Воины рассказали, что пилоты беспилотных систем не только осуществляют разведку и точные сбросы, взрывая технику и живую силу россиян, но также и корректируют огонь артиллерии. Они быстро двигались, так как первый выстрел был точен. Они не видели, куда двигаются и въехали в свою же воронку от КАБа. Было достаточно одного FPV-дрона, чтобы уничтожить одну БМП. Также ехал танк, который уничтожила наша артиллерия. Пара выстрелов и цель была поражена. Россияне не заехали на наши передовые позиции, они уничтожены на подходе. Также точно работают и подразделения радиолокационной борьбы. Украинские воины называют работу станции «невидимой волной», ведь с помощью радиоэлектронных волн можно контролировать небо и нейтрализовать БПЛА противника еще на подлете к украинским позициям. Можно и навигацию сбить, и телеметрию сбить, и можно ему вообще управление сбить. Это же прекрасно, это хорошо, значит он не выполнил свою работу, значит он не ударил куда-то, ничего не повредил. Это позитив, это плюс большой для нас, для ребят, для подразделений, для бригады в целом. Это показатель того, что мы способны дать отпор. Главнокомандующий ВСУ провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем в формате видеоконференц-связи. Александр Сырский поставил задачи развивать этот род войск, а также более широко внедрять на поле боя передовые технологические разработки. По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами, поэтому 147 военнослужащих подразделений беспилотного авиационного комплекса, успешно уничтожающих врага и его технику, поощрил отличиями главнокомандующего. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения превысили 667 тысяч солдат. Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 1290 оккупантов. Также уничтожили 9 танков, 27 боевых бронемашин, почти 60 артиллерийских систем и 1 РСЗО. Кроме этого, силы обороны сожгли более 150 единиц автомобильной и специальной техники РФ.